Ветхая избушка на окраине села, окна наполовину заметенные снегом, покосившийся забор. Внутри дома обстановка не лучше. Нищета поселилась здесь давно и надолго. Имущества, которое бы могло пойти в счет погашения долга, здесь просто нет. А между тем, именно в этих условиях живет женщина, задолжавшая своим детям около миллиона рублей. Приезду нежданных гостей она явно была не рада. Следующий вопрос. Когда? Остался без ответа. Дверь захлопнули прямо перед носом. Более гостеприимной и разговорчивой оказалась мама Светланы. Во всех бедах дочки она винит безработицу. А она пробовала искать? Ну а как же не пробовала? И в этом как ее... В Камполянах, там Пенселеново, что ли, какой это есть завод. Туда тоже не надо. Она сколько ездила, сколько уброшалась, никуда не надо. Она не пьет? Нет. Нет? Нет. Спросите вон соседи. Мы спросили. Вот только односельчане рассказали совсем другую историю. Им, видимо, хватает матерной пенсии. На что пьют-то не понимаю. Ну пьют, получается. Ну пьют. Пьет. Видите же, вместе же рядом живете. Видишь, бывает даты, да? Бывает. Подтверждают слова соседи и в местной администрации. Светлана пьет, лишена родительских прав, живет на пенсию матери. Работать не хочет. Не выходит даже на исправительные работы, которые ей назначены судом. Наказание, опять-таки, на 50 часов исправительных работ. Вот. С 1 января должна была начать, но пока еще 4 часа только отработала. Неоднократно наблюдали ее в выпившем состоянии и на территории, ходят по территории села. И у себя дома тоже было, бывает в нетрезвом состоянии. И поэтому и за счет этого и не выходят на работу. Между тем, у права на таких горе-мамаш все же есть. Если Светлана не одумается и не начнет платить алименты, ей грозит реальный тюремный срок. При этом долг с нее никто не спишет. Своим детям она обязана будет заплатить. Хотя бы в рассрочку. Такой вариант в ситуации Светланы предлагают судебные приставы. Есть горожанскую код, где она может обратиться в суд за рассрочку платежа. Но оплачивать она должна и будет всю жизнь должна, пока она не оплатит необходимые денежные средства на воспитание своих детей. Наталья Лушникова, Ренат Харасов, Новости НТР.